здравствуйте с вами милана и сегодня мы с вами рассмотрим как связать вот такой мужской пуловер на молнии да вот этот пуловер связан ниточками alize lana gold classic ушло у меня 6 маточков на данный свитер смотрите я сделала схема наброски да как я вязала данный свитер основной узор у меня идет ромб до коса и на спинке по центру спинки жемчуг до или рис этот узор называется по-разному вот смотрите основной узор ромбы до ромб меня идет связан этот узор вот по такой схеме смотрите в высоту 35 рядов узор первый ряд идет 3 лицевые 8 изнаночных 6 лицевых 8 изнаночных и 3 лицевых на 2 аппорт высоту мы будем повторять с третьего ряда видите то есть только первый ромб мы свяжем с первого ряда а второй раппорт мы будем вязать с третьего ряда вот так обозначается лицевая петля так изнаночная а внутри узор вяжется жемчужной вязкой смотрите если кому-то будет интересен данный узор я покажу отдельно в видео уроке как его вязать а так если девочки умеют читать схему а вот и разбираются то вполне вот по данной схеме вы можете связать этот узор он тоже вяжется легко это на первый взгляд кажется что это трудно да а на самом деле нет девочки вот так вяжется этот узор ну как вяжется жемчуг да наверно знают все я не показывала видео урок если кому-то будет интересно я расскажу ну так как этот узор очень простой наверно знают все как его вязать вяжут да там одна лицевая 1 изнаночная следующий ряд снова 1 лицевая 1 изнаночная а третий ряд да будет уже мы вяжем наоборот да где была изнаночная вяжем лицевую и где была лицевая вяжем изнаночную и снова да то есть два на два повторим вот чтобы крупный такой жемчуг получился вот и коса обыкновенная на 6 петелечках да идет вот такая коса тоже тоже если может быть кто-то не знает как вязать я покажу расскажу ну я думаю что все девочки наверно знают как вязать косы если вдруг кому-то нужно я расскажу в отдельном видео уроке вот и вот наверно молнии здесь потом у меня молния спрятана обработано все тоже если кого-то заинтересует как вшивать молнии я тоже в отдельном видео расскажу вам а пока сегодня мы поговорим с вами сколько я петелечек набирала да как я вязала то есть данный пуловер девочки связан уже год назад и сын мой носил его уже да и осень и зиму вот и он немножечко знаете под закошлатился вот катышки есть вот так как под одежду и за партой до руками вот тер и все таки вот закошлатился он смотрите давайте я вам сейчас все подробнее расскажу как и что вот смотрите данный пуловер связан на 44 размер рост метр семьдесят шесть вот смотрите на спицы номер три на резиночку я набрала 47 петелек это на переднюю полочку ну давайте начнем с правой полочки да смотрите вот правая полочка и на резиночку я набрала 47 петелечек и и провязала 7 рядов резинкой один на один далее в восьмом ряду я равномерно прибавила 5 петелечек да и у меня получилось 52 петли узора я перешла на спицы номер 4 52 петли узора и вижу вверх до начала до линии горловины 128 рядов и 128 ряду вот смотрите 128 ряду я закрываю вот с правой стороны до 7 петелечек далее 130 ряду 6 петелечек 132 5 петелечек 134 136 4 петелечки и всего я убавила на горловину 22 петли до 137 138 139 и 140 ряд у меня осталось 30 петелечек плеча и я закрыла по прямой смотрите это правая полочка вот она видите вот горловина это то что я вам сейчас рассказала и далее все тоже самое вы свяжете левую полочку только будете закрывать на по горловине мы в лицевом правую по правой полочке мы закрывали в лицевых до рядочках 7 6 5 на горловину а на левую полочку мы будем закрывать с изнаночной до стороны то есть смотрите вот левая полочка да и мы будем закрывать петелечки по изнаночной стороне на горловину то есть правая полочка мы закрываем по лицевой стороне и левая по изнаночной до то есть все тоже то же самое вы наберете 47 петелечек на спице номер три провяжите резинкой 1 лицевая 1 изнаночная 7 рядов вот смотрите 7 рядов и в восьмом ряду равномерно прибавите 5 петелечек и у вас на левую полочку то же самое будет 52 петли и вы будете вязать до линии горловины 128 рядов в 128 ряду вы закроете только уже с изнаночной стороны до 7 петелечек 128 восьмом ряду 6 петелечек 130 5 петелечек 132 4 петелечки в 136 и 137 138 139 140 ряд 30 петелечек оставшихся вы провяжите по прямой и закроете петли да и все как бы ничего сложного нет можете вязать тем узором вот который дан у меня можете вязать своим узором любым выбранным да но обязательно чтобы там присутствовали какие-то жгуты потому что этот пуловер все-таки рассчитан на жгуты да на такое более стянутое вязание если кто-то будет вязать так как у меня вот такой расчет смотрите вот на полочку смотрите идет 2 изнаночных петли 6 петелечек коса 2 изнаночных петли 3 лицевых 22 петли ромба 3 лицевых 2 изнаночных смотрите 2 изнаночных 6 коса 2 изнаночных то есть в эти вот в крайние по 2 изнаночных тут входит и кромочная вот смотрите 2 изнаночных 6 коса 2 изнаночных 3 лицевые 22 петли ромб 3 лицевых 2 изнаночных 6 коса 2 изнаночных это уже будет основной узор вы не спутайте здесь 52 петли да то есть все это вяжется после резинки вот по такой схеме вот так вяжутся полочки так далее спинка вот смотрите на спинку мы набираем 92 петли вяжем резинкой 1 на 1 до свяжем 7 рядов на спицах номер три и в восьмом ряду мы равномерно прибавляем 10 петель то есть 92 петли резинки и прибавили 10 петель для основного полотна у нас получается 102 петли и и так мы вяжем 140 рядов 140 рядов до конца до до плеча далее в 140 ряду мы закрываем петли по прямой и и отмечаем 30 петелечек маркером плеча далее 42 петли горловины снова маркер 30 петелечек плеча так как у нас по полочкам тоже 30 петелечек до на плечке у нас оставлено и расчет узора смотрите какой расчет у нас здесь одна кромочная 2 изнаночных 6 лицевых коса 2 изнаночных 3 лицевых 22 петли ромба 3 лицевых 20 петелек узора путанка 3 лицевых петли 22 ромб 3 лицевых 2 изнаночных 6 коса 2 изнаночных кромочная то есть вот такой расчет на спинку это на 102 петли вот данный расчет на 102 петли основного полотна это вот если вы захотите связать точно такой же когда вот как у меня это вот так вы рассчитаете на спинку тут все весь расчет точный вот если же вы захотите своим узором еще раз повторюсь то желательно чтобы в вашем узоре да вот полотна вашего присутствовали жгуты там косы или араны это этот пуловер рассчитан на все-таки на жгуты да вот далее смотрите рукав вот что мы будем делать с рукавчиком на спице номер 3 смотрите давайте чтобы вам было видно мы набираем 42 петли и вяжем резинкой 1 на 1 7 рядов и в восьмом ряду мы равномерно прибавляем 20 петелечек то есть 42 петельки на резинку прибавили 20 петель у нас получилось 62 петли на рукав да и далее что мы делаем вот мы прибавили 62 петли на рукав до после резинки вяжем и после резинки в двадцать втором ряду смотрите мы с обеих сторон вот в начале вязания после кромочной и в конце вязания перед кромочной мы прибавляем 1 плюс 1 то есть мы начинаем постепенно расширять рукав до далее в двадцать восьмом ряду мы то же самое делаем 1 плюс 1 в сорок втором в пятьдесят пятом семидесятом семьдесят четвертом восемьдесят третьем восемьдесят девятом девяносто четвертом и в сотом ряду до петли которые мы прибавляем для скоса вяжем лицевыми петлями просто до вяжем лицевыми мы их прибавляем и вяжем лицевыми скрещенными желательно вязать чтобы не было дырочек да то есть резиночку вязала спицами номер три основной полотно спицами номер четыре и таким образом у меня длина рукава составила сто двадцать девять петелечек но вы будете до мерить и прикладывать к заказчику у вас может быть короче покороче может быть подлиннее рукав да все все равно когда вяжите примеряйте то есть у всех все равно разные параметры и как бы нельзя до смотреть то что у меня у каждого будет свой размер вот далее как раз и вот вы провязали 129 рядов высоту и по прямой просто закрыли 82 петли у вас выйдет до после всех прибавлений как я распределяла узор смотрите вот я связала резиночку прибавила петельки у меня было 62 петли до после как я равномерно прибавила да и вот я распределила как на узор смотрите кромочная 6 лицевых 2 изнаночных 6 коса 2 изнаночных 3 лицевых 22 петли ромба 3 лицевых 2 изнаночных 6 коса 2 изнаночных 6 лицевых и кромочная то есть это на 62 петельках да вот это вот а те которые будут прибавляться петли до у нас они будут вязаться просто лицевыми вот смотрите просто лицевыми петелечками видите я вводила вот вот узор был да я объяснила и вводила да я петелечки постепенно и они у меня провязывались лицевыми петлями вот таким образом далее вот смотрите свяжите сюда постираете сошьете и далее будете обвязывать горловину горловина у меня высокая до подгорло так как это зимний пуловер а вот смотрите по горловине после того как я сшила до плечевые швы все сшила у меня по горловине по переду и спинке набралось 98 петельчик и я провязала резил резинкой 1 на 1 1 лицевая 1 изнаночная провязала 25 рядов но вязала я тоненькими спицами спицами номер 2 вот смотрите чтобы горловина получилась вот такая чтобы она хорошо держала форму спицами я вязала двоечкой видите она такая все таки плотно держит хорошо форму если же вы свяжете до теми спицами что и вязали то она будет вот но вся вот будет болтаться такая вот вот такой момент тоже здесь должен учитываться вот вот здесь видите я крючочком обвязала такую косичку сделала уже на готовом до изделие чтобы красиво да вот здесь смотрелось по горловине все таки видите этот свитер уже носился стирался несколько раз и он все таки завалялся на вот вот таким образом вяжется данный свитер свитер или пуловер если у кого-то возникнут какие-то вопросы или нужно дополнительно что-то рассказать пишите в комментариях вот я вам отвечу либо дополнительно сделаю видео урок по тем моментам которые были непонятны вот ну вяжется свитер тоже не сложно только вникнуть до потренироваться сделать свои наброски схемы а вот все получится спасибо за внимание надеюсь это видео было полезным до новых встреч заходите на мой канал и нажимайте на красную кнопочку подписаться нажимайте на колокольчик и поставьте галочку сообщать мне обо всех новостях этого канала также смотрите мои другие видеоролики думаю вы найдете для себя что-то интересное до новых видео